Здравствуйте! В эфире телеканал ОТС Новости в студии Светлана Шевченко. Смотрите в этом выпуске. Новости в студии Светлана Шевченко Новосибирск Поздравляем с Днем Знаний. Сегодня в учебных заведениях Новосибирской области прозвучал первый звонок. В новом году в школах региона будут учиться 372 тысячи ребят. Из них 35 тысяч первоклассники. На праздничной линейке в 113-м лицее побывал Александр Ширудила. Торжественная линейка 1 сентября. Почти 140 первоклассников с нетерпением ждут, когда прозвучит первый звонок. Школьники постарше предвкушают новые предметы, а будущие выпускники уже планируют дальнейшую карьеру. География, биология, информатика. Мне вообще очень интересно узнать там и про биологию тоже. Айтишникам? Студентам. Дай бог же. Все будет хорошо. Мы все точно поступим и все в хорошие вузы. Лицей-113 – одно из самых востребованных учебных заведений района. В школе обучаются больше 1200 ребят, хотя проектная мощность заведения – лишь 614 человек. Мы в две полные смены обучаемся, поэтому, конечно, лицей востребован. Конечно, очень много обращений, особенно не по микроучастку, тех родителей, детей, которые бы хотели у нас учиться. Но мы по микроучастку, конечно, стараемся 100% детей принимать, изыскиваем все возможности. Ну, а если не по микроучастку, то тогда на свободные места, если где-то есть в каких-то классах, то, конечно, мы принимаем. Под учебный процесс приспособили все доступные помещения. В лицее проводят профильную подготовку физиков, инженеров и врачей. Дополнительные классы для медицины и уроков информатики оборудовали в этом году. Но главное – подготовили проект нового учебного корпуса. Еще и уровень переменный. Сложная задача была. Ну, а там склон. У нас склон большой. Да, я помню, да. Сложная задача была у проектировщиков. Молодцы, что нашли решение. Новый корпус 113-го лицея должен появиться прямо здесь, на месте старой спортивной площадки. Впрочем, без уличных активностей школьников не оставят территорию, перезонируют и возведут новые спортивные объекты. Футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольная площадка, малые спортивные формы. Все необходимое для занятий физкультурой и ОБЖ впишут в имеющуюся территорию, не создавая помех жителям соседних домов. Школьный участок удается поставить новое большое современное здание. И задача, я уверен, что она будет выполнена в этом году, завершить разработку этого проекта, чтобы в следующем году была возможность приступить к строительству нового здания вашей школы. Четырехэтажное здание увеличит проектную мощность лицея на 650 человек. Там будут учиться ребята с 5 по 11 классы, оборудуют новую столовую и просторный актовый зал, которого сегодня в школе попросту нет. Александр Ширудила, Родион Токарев, Новости ОТС. Особенным будет этот учебный год у новосибирской школы номер 168. 60 лет назад здесь состоялась первая линейка. И скоро полвека, как в образовательном учреждении, углубленно изучают предметы художественно-эстетического цикла. Среди учеников и физики, и лирики, Наталья Цопина обсудила с первоклассниками и 11-ти классниками планы на будущее. Я хочу быть химиком. Брикмахером. Строителем, но хочу еще быть и ветеринаром. Хочу быть археологом. А ты кем хочешь быть? Космонавтом. Первоклассники ставят перед собой задачи космической важности и знают, будут хорошо учиться в школе, добьются многого. Им об этом рассказывали родители. Я, если честно, хочу стать актрисой. Я хочу быть артисткой, петь, танцевать. Мечтающих покорять сцену среди учеников 168-й немало. Еще в конце 70-х школа стала экспериментальной площадкой для педагогической практики студентов консерватории. С тех пор статус образовательного учреждения с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла. Целыми классами играют на музыкальных инструментах, рисуют и обязательно поют. Однако выпускники выбирают не только творческие профессии. Удивительно, очень много врачей, очень много инженеров, железнодорожников. Заслуженный учитель России Людмила Егорова трудится в школе больше 40 лет. Сильно ли отличаются сегодняшние ученики? Современные дети, они очень интересуются всем. И много добывают знаний сами. И у них есть чему поучиться. И учимся, учимся. И я всегда счастлив учитель тот, чей ученик его перерос. В этом году юбилейный 60-й выпуск. 11-классники в основном определились, куда пойдут учиться. После 11-го класса я бы хотела стать военным кинологом. Я бы хотела пойти на информационную безопасность. Я бы хотела стать клиническим психологом. Музыкантом, рок-звездой. Программистом. Я хочу быть экономистом. Военным. А ты кем хочешь быть? Я бы хотел быть просто счастливым человеком. Наталья Цупина, Сергей Жданов. Новости ОТС. Бюст героя разведчика открыли сегодня в Новосибирском высшем военном командном училище. Выпускник учебного заведения капитан Вячеслав Кевиш погиб при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции. О подвиге офицера и о тех, кто сегодня избрал профессию родину защищать. В сюжете Александра Сульдина. Вячеслав Кевиш пополнил многочисленную когорту героев, выпускников Новосибирского военного командного училища. Даже сухие краткие строчки как будто сошли со страниц про Великую Отечественную. Разведгруппа попала в засаду. Командир вывез раненых бойцов из-под огня. Подразделение под командованием Вячеслава переправилось через реку. Заняло плацдарм. 13 часов отбивало контратаки противника. Во время контрнаступления вооруженных сил Украины гвардии капитан Кевиш остался на поле боя в одиночку, прикрывая отход своих сослуживцев и подчиненных. В неравном бою, уничтожив десятки нацистов, героически погиб от полученных ран. Вячеслав еще в детстве решил стать военным. Сознательно готовился. По словам мамы, был заботливым сыном. Только одна деталь. Когда находился в зоне спецоперации, говорил, что в Оренбурге. Не могу и не хочу принять известие о его гибели. Сын живой. Он просто, как обычно, в командировке, на учениях. Очень далеко. Я его жду каждую секунду. А сегодня в строю те, кому только предстоит стать офицерами. Курсанты, будущие командиры разведгрупп, мотострелковых взводов и уже подзабытая, но вновь возрожденная заместитель командиров по военно-политической работе. Владислав Пушкарев одним из первых будет осваивать такую специальность. Быть верным своему отечеству и курсантскому братству. С честью и гордостью нести высокое звание курсанта Новосибирского командного училища. Клянусь! Губернатор Андрей Травников вручил отличившимся солдатам и офицерам боевые награды. Напустовал тех, кому только предстоит осваивать военную науку. Вы станете настоящими командирами. Командирами, которые могут не только передавать свои знания и опыт подчиненным, но и умеют воспитывать, создавать рабочую атмосферу в воинских коллективах, поддерживать боевой дух. 1 сентября здесь по военному четко, торжественно и день учебный. Прямо с плаца с троем курсанты направились на занятия. Первые в этом учебном году. Александр Сульдин, Евгений Павлов, Новости ОТС. В Новосибирске сегодня открыли избирательный участок, на котором смогут проголосовать жители новых регионов России, которые сейчас проживают в Сибири. Экстерриториальный избирательный участок – это новаторство в российском законодательстве. Идея в том, чтобы люди могли проголосовать на местных выборах, не находясь по месту прописки. В данном случае жители Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей выбирают депутатов своих региональных законодательных собраний. Голосование по партийным спискам. Избирательный участок у нас сформирован один в Новосибирской области. И особенности этого избирательного участка как раз таки в том, что список предварительно не формируется. У нас идет заявительный характер. То есть эти избиратели могут прийти либо за один день до начала голосования, подать заявление, и мы их включим в списки избирателей. Либо они приходят уже в дни голосования, и по их устному обращению мы их включаем в списки избирателей. Также у экстерриториального избирательного участка есть выездные группы. Жители новых регионов России, находясь в Новосибирской области, смогут проголосовать в Барабинске, Черепаново, Бердске, Машково, Коченево и Калыване. В Новосибирске адрес Романово, 23, вход с торца здания проголосовать можно до 15.00 следующего понедельника. С 1 сентября владельцы сельскохозяйственных животных должны вести обязательный их учет и маркировать свое поголовье. Новый федеральный закон вступил в силу. Юлия Алиханова разбиралась в плюсах и минусах документа. Вести учет поголовье ранее было обязательным условием только для сельскохозяйственных предприятий. Теперь закон обязывает и физических лиц маркировать животных. Схема кормления, методы лечения, история от рождения до убоя – все данные внесут в единую информационную систему «Ветис». Многие, которые содержат для себя животных, они все равно излишки или избытки своей продукции сдают. Либо через рынки, либо сдают через перекупщиков каких-то. И они обязательно должны будут внесены в эту единую систему. Маркировка станет обязательной для крупнорогатого скота, свиней, овец, коз, а также домашней птицы, кроликов и пчел. Сегодня в системе хранятся данные о 4,5 миллионах животных. Прошедшим учет до 1 сентября 2023 года производить повторное маркирование не нужно. К примеру, пришла беда в регион. Нужно срочно поставить определенный объем вакцины. А сколько вакцины? Сколько нужно? Сколько поголовья? И вот эта система после ее внедрения и после полного ее, так скажем, начала работы, позволит видеть актуальную информацию. Сколько животных, кому нужно оказывать срочно помощь, кому профилактическую помощь. Людмила Шубина 15 лет. Разводит парнокопытных. Пифагор, ночка, красуля, звездочка. В загонах у женщины 7 коз и 1 козлик. Маркировки на них нет, так как выращивает для собственных нужд. За здоровьем каждого следит тщательно. Раз в год животные сдают кровь на обруцеллез. Также Людмила разводит куриц и кроликов. Учет заболеваний, естественно, нужно вести. Ветеринарный надзор – это очень важная штука. Я уже точно знаю, что мои козы здоровы, что у них нет никаких воспалительных процессов, что они прошли весь контроль, какой надо. И если им на ушко повесят одну или две сережки, ну ничего страшного. Главное, чтобы потом не было вреда моему хозяйству. Активная работа по учету начнется со следующего года. К 2029-му у всех сельхозживотных будет идентификационный номер, состоящий из букв и цифр. Остается только один вопрос – кто и как будет контролировать исполнение закона? Если учет рождаемости у пары-тройки коров можно вести без особых трудностей, то за размножением птиц или кроликов еще нужно постараться успеть уследить. Юлия Алиханова, Евгений Агеев, Новости ОТС. Разбудил запах дыма две жительницы Барабинска чудом не погибли в огне. Их квартира загорелась ранним утром, когда все крепко спали. На помощь перепуганным девушкам пришли росгвардейцы. Как снимали пострадавших с балкона в нашем сюжете. Рабочая смена шла, как обычно, рассказывает старшая группа Анатолий Иванистов. Маршрут патрулирования проходил мимо многоквартирного дома по улице Кирова. На одном из балконов росгвардейцы заметили двух девушек. Характерно, они не кричали, не звали на помощь. Потом-то выяснилось, что надышались девчонки угарного газа. В гостях у Снежана Кадатка была подруга. По счастливой случайности полуторагодовалая дочь осталась у бабушки. Супруг рано утром уехал на работу. Вспоминает, проснулась от запаха дыма. Сразу побежала будить подругу. Я спала, она меня шесть раз пыталась разбудить, так как я уже надышалась, дышала через рот. Все это попадало внутрь. Я не могла проснуться. К этому времени горели шторы и мебель, а квартира продолжала наполняться едким дымом. Мы сразу на балкон, чтобы и не задохнуться, и живыми остаться. Мы закрыли на балкон дверь, чтобы на нас пожар не попал. Я еще как-то пыталась зайти обратно, но в итоге никак не получилось. Огонь сильно быстро разошелся. Сосед из дома напротив вызвал пожарных и скорую. В это время подоспели росгвардейцы. Случайно проезжал по улице Кирова КамАЗ. Сами ребята притормозили, тоже увидели, что здесь, наверное, что-то случилось, которые бытовые отходы вывозят. Я подбежал, говорю, ребята, говорю, нужна ваша помощь, снять девчонок с балкона. Ребята сразу подъехали, совместными усилиями, девчонок помогли, сняли с балкона. Не знаю, спасли, не спасли. Ну, выполнили свои служебные обязанности. Слаженные действия должны быть. Да, главное человеческая жизнь. Да, да, уже не думаешь, о чем, как. Огнеборцы, прибывшие на место, ликвидировали пожар спустя полчаса. Предварительная причина – короткое замыкание электророзетки в одной из комнат квартиры. Но проверка проводится. Пожар оставил молодую семью без имущества. Сгорела мебель, детские вещи. Помощь погорельцам оказывают неравнодушные барабинцы и куйбышевцы. Я была в одних шортах, я была в футболке, без носков, без тапочек, без всего вообще я была. Ну, спасибо сотрудникам Росгвардии и людям неравнодушным, которые нас сняли с балкона. Оксана Тимошенко, Андрей Ребедев, Новости ОТС. Сегодня вечером новосибирская телевышка засверкает новыми красками. В яркие цвета башню раскрасят цветовые гирлянды. Электрики работали около двух месяцев. Длина каждой световой ленты – 140 метров. Их нужно было закрепить в нескольких точках. При этом система подключения очень сложная. Все гирлянды запитываются электричеством, независимо друг от друга. Это позволяет исключить перебои в системе. Для подсветки телевышки создали специальные программы, которые могут менять цвет, яркость и интенсивность. Теперь это огромное сооружение станет настоящим украшением города, которое видно почти из каждого района. Сегодня вечером на телецентре будет праздничная программа. И прямую трансляцию вы сможете видеть на нашем телеканале. Начало в 21.00. Ряды-рядеют. Жители региона стали чаще обращаться к врачам-трихологам. Почему выпадают волосы? Причин может быть много. Отмечают, проблема появилась после ковида. Наталья Цопина выслушала мнение медиков. Здравствуйте. Решила не заниматься самолечением и не экспериментировать с народными методами. Сегодня Ирина пришла к врачу узнать причину, по которой стали выпадать волосы. Сейчас мы с вами будем делать трихоскопию. Это компьютерная диагностика кожи головы и волос. Причины выпадения волос бывают разными, а значит, может кардинально меняться подход к лечению. Важно увидеть состояние фолликул, особенности роста волос, узнать, есть ли у пациента сопутствующие заболевания. На квадратный сантиметр у вас 246 волос. Средняя статистическая норма – это где-то 200 волос на квадратный сантиметр. Из них по толщине терминальных нормальных волос у вас 85%. Врач-дерматовенеролог, трихолог высшей категории Екатерина Ерзина отмечает, в структуре заболеваний в последнее время изменения. Очень много постковидного упадения волос. Мы знаем, что ковид – это иммунотропный вирус. Он ухудшает кровоснабжение всех органов, включая волосяной фолликул. Он даже проникает в волосяную фолликул, воздействуя на зону роста волос. Один из вариантов спасения волос в этом случае – мезотерапия. Инъекции делаются в коже головы микроиголочками, очень маленькими, и обкалывается практически каждый сантиметр. И эта методика на самом деле очень хороша, потому что мы дозированно даем микроэлементный состав непосредственно к волосяному фолликулу. Это один из механизмов. И второй механизм – это улучшение кровообращения. Физио- и лазерное восстановление, системная терапия и прием витаминно-минеральных комплексов. Методов много, главное, чтобы подход был комплексным, и лечение начато вовремя. К врачу рекомендуют обратиться, если выпадает больше 50-60 волос ежедневно. Наталья Цопина, Сергей Жданов, Новости ОТС. Все о важных событиях региона на телеканале ОТС. Мы работаем для вас. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова